Горы мусора под Киевом. Рай для бездомных собак и птиц-падальщиков, но не для местных жителей. Занимающая 63 гектара обширная свалка – одна из крупнейших на Украине, и таких по стране более 6 тысяч. В 2018 году переполненный полигон должны были закрыть, а мусор перевести в другое место. Но новый объект так и не построили, а отходов становится все больше и больше. Нина Попова, проживающая в соседнем со свалкой селе Подгорцы, говорит, что жизнь здесь невыносима. Когда дождь проходит куда хочешь, туда девайся. Мы закрываем окна и двери дома, потому что вонь страшная. Мы болеем, у всех проблемы с сердцем, одышка. Администрация президента Украины признает, что большинство мусорных полигонов переполнены и не соответствуют стандартам безопасности. По оценкам, по всей стране находится около 33 тысяч незаконных свалок. Чтобы решить эту проблему, в 2018 году Киев ввел закон, обязывающий домохозяйство сортировать отходы, чтобы помочь усилиям по переработке. Это предписание в основном игнорируется. И по словам властей, из примерно 10 миллионов тонн бытового мусора, производимого ежегодно, сортируется только 4%. Если мы сегодня не начнем сортировать мусор правильно и, в принципе, не изменим культуру украинцев по отношению к мусору, то у нас будут большие проблемы. Вся страна может превратиться в подобную свалку. На всю 40-миллионную страну имеется только один мусоросжигательный завод, оставшийся еще с советских времен. Его мощности не хватает для переработки отходов даже из Киева. По мнению экспертов, главная проблема здесь – недостаток финансирования. Украина тратит менее 10 евро на переработку тонны отходов, тогда как в странах Западной Европы на это выделяется в 10-15 раз больше.